Павел Раков, автор популярных тренингов для мужчин и женщин. Эксперт в отношениях, автор серии книг по психологии успеха. Ведущий и соведущий нескольких программ на российских телеканалах. Желанный гость на радио. Павел является автором уникальной трехшаговой технологии по достижению успеха в любви, здоровье и бизнесе. Основатель и бессменный лидер международного тренингового центра. За последние два года тренинги Павла посетили свыше 100 тысяч человек. В 2015 году Павел Раков удостоен звания профессора психологии. Павел, в наше время происходят странные вещи. Вместо того, чтобы людям строить отношения, они их разрушают. К примеру, больше 50% раков грушатся. 53% сегодня. Вы как эксперт в области отношений, расскажите, почему так происходит и что с этим можно сделать? Ну хорошо. Давайте тогда немножко о статистике. До 2000 года распадался, скажем так, 80% браков распадались до 2000 года, потому что был кризис. Сейчас как бы в России более-менее все нормально и на сегодняшний день только 53% браков распадаются. Однако еще нет статистики, что случилось после кризиса. Но она вот-вот-вот скоро будет. К сожалению, обычно кризис только добавляют к разводу. Потому что почему люди в основном разводятся? По моим собственным исследованиям. Эти исследования можно посмотреть в интернете. Различные статисты эти исследования проводят. Кумп первый. Из-за алкоголизма в России разводятся. Первая причина. То есть это почти половина всех разводов. Здесь же надо сказать о чем? О том, что почему мужчина пьет. Потому что в основном алкоголизм мужской. Почему мужчина пьет? Это уже как первая причина. Ну, об этом можно поговорить чуть позже. И второе. Из-за финансовых проблем. То есть как раз из-за успеха. То есть если мужчина успеха не добивается, то начинаются проблемы в семье. Женщина превращается в сучку. И начинает его кусать. Так уж устроено это очаровательное существо под названием женщина. Женщинам не очень нравится, когда мужчина... Они запрограммированы быть рядом с сильным самцом. Это биологическая потребность. Ничего не поделаешь. Это нормально. То есть им от нас нужны не деньги, деньги, деньги. А нужна уверенность, которая транслирует мужчина в общении женщины. А уверенность мужчины отличается от самоуверенности, чем реальными действиями подкрепленная уверенность. То есть реальный его реальный успех. То есть у него что-то есть. То есть он уже что-то сделал. В каком-то смысле признание есть в обществе. То есть по его заслугам. Деньги как таковые им все равно куда дальше? Солить что ли? Хотя некоторые женщины, конечно, любят тратить. Но их маленькое количество. Это просто они сами себе доказывают, как это, шопоголики, да, там, или лишь бы как можно больше потратить денег. Доказывают себе, что они очень крутые. Хотя на самом деле есть некий комплекс неполноценности, который был вбит где-то, может быть, в детстве. Таких небольшое количество. Так что мужчинам стоит не волноваться. А что делать, если, допустим, женщина выбирает мужчину, но на ее горизонте нет успешных? Есть обычные? Это просто она притягивает таких. Потому что что посеешь, что пожнешь, да, яблоко от яблони недалеко падает. Уже есть такие пословицы всем известные. Так же как пингвин притягивает пингвиниху, даже орел-орлиху, сокол-соколицу. То есть вот здесь то же самое. Просто она начинает притягивать тех, которые начинают ее жизнь учить. Через преодоление сложности, я имею в виду, жизнь учить. Мозг на другой заточен. И я как раз занимаюсь тем, что обучаю женщин собственному росту, для того, чтобы притягивать более высокостатусных мужчин. Потому что они просто голодные. Они могут, интересные мужчины, окружать себя огромным количеством женщин. Но это неинтересно. Они уже 10, 20, 30, 100, гарем там. А нормальной девчонки нет. Пока она одна не появится, он смотрит только на нее. И больше никто не нужен. Только она. Какие же еще есть основные секреты от Павла Ракова в плане построения отношений и общения между людьми? Вот основные секреты. Стоит очень дешево. Во всех магазинах страны продается. В простонародье эта книга называется «Дура-1». Почему «Дура-1»? Потому что сейчас выходит книга «Дура-2». На мое день рождения, буквально, я думаю, что когда вы будете смотреть это видео, она уже будет появляться во всех магазинах страны. Ну и ближнего зарубежья. Откуда взялось такое провокационное название? Могу сказать большое благодарность одной девочке, которая когда-то, когда я начинал вести женские мероприятия, сказала «На самом деле я очень умный, но живу как дура. Помоги». Я вдруг понял, что это реально просто потребность рынка. То есть это не я название придумал. Это придумала одна очень умная девочка с двумя высшими образованиями, со знанием, кучей языков. Она прошла все бизнес-тренинги, которые есть в России, училась у всех. Очень интересная девушка. Я благодарю ее. Павел, что происходит вообще с людьми на тренингах? Вы ведете тренинги очень часто, в разных городах и так далее. Что происходит с людьми? За каким результатом у них будут и как они его получают? Ну, давайте начнем с того, что не все любят ходить на тренинги. Потому что, во-первых, не хотят признать, что у них есть какие-то косяки по жизни, то есть проблемы. Я так мягко буду говорить. А второе, некоторые не хотят признавать, что они могут улучшить жизнь путем внутреннего какого-то роста, личностного роста. То есть они начинают прикладывать ответственность на мужчину, типа мужчина должен встретиться со мной, мужчина должен провести красивое свидание, мужчина должен сделать так, чтобы я его полюбил, он должен мне дарить подарки, должен содержать. А что она должна делать, они не знают. И когда человек приходит на тренинг, она понимает, что почему-то сначала нужно сделать что-то ей. Потому что, ну, реально жизнь так устроена. Либо ты сначала вкладываешь, а потом получаешь, либо ты сначала берешь, а потом расплачиваешься. То есть расплаты всегда больше по проценту. Но сейчас все больше и больше. Это тема модная, потому что это рынок в России развивается. Раньше у нас здесь этого рынка практически вообще не было. С каких по времен он начал? Ну, вот когда кризисы стали, люди стали задуматься. Мало того, правительство Российской Федерации об этом говорили, ребята, надо переучиваться. То есть президент Российской Федерации говорил, тогда еще был Медведев, я помню, его речь такая, что прям ищите способности новые, получайте новые квалификации. Потому что рынок гибкий. Сегодня, допустим, нужны юристы, завтра нужны агрономы. Послезавтра там нужны востоковеды. Понимаешь? Был модный, допустим, когда говорили об иностранном языке, подразумевался английский. А сейчас все больше и больше начинает подразумеваться китайский. Понимаете? То есть раньше это вообще было как бы непонятно. То есть век не стоит на месте. И может быть уже следующее поколение будет вообще на нас смотреть как на динозавров. Мы будем казаться глупыми. Да уж что говорить следующее поколение. Но через пять лет все изменится. Будете жить совершенно в другом мире. Законы другие, правила игры другие. В интернете меняются правила игры каждую неделю. Вот те, кто занимается там инфобизнесом, они это реально понимают. То, на чем раньше можно было деньги делать, сегодня это уже отстойная информация. То есть на ней уже нельзя сделать деньги. Вообще она не нужна. Она бесплатна в любом доступе. И таких примеров очень-очень много. Ходят на тренинги людей немного. Но ко мне их ходят больше всех. На следующий день в России. Это с коже вы такого делали, чтобы вам так хотели? Я делаю результаты. То есть я делаю их результаты. У меня в зале три сектора. Первый сектор VIP, ну как фан-зона, ближе к сцене, она стоит дороже, где-то 16 тысяч рублей. Цены могут меняться в зависимости от города, плюс-минус копейки. Вторая зона, там где-то 10 тысяч рублей, серединка, да? И галерка 4 тысячи всего, 5 тысяч. Вот такие цены. То есть если нет... Муж, им начинают дарить подарки на галерке, там, что там еще. Ну, то есть они улучшают отношения в семье со своим мужем, с детьми улучшают отношения, здоровье улучшается, вес сбрасывают лишний, 25%. Это галерка, это эконом. Но они сами решили сэкономить на себе. Я когда я подхожу к ним, говорю, ты что эконом купил? А я, говорит, деньги на платье, значит, уже потратил, или у меня денег нет, или там, значит, я все равно как бы все услышу, я пришла за знаниями. Я говорю, да ты, блин, название тренинга читал, на самом деле умный, живу как дура. Зачем тебе знания? Убери тетрадку, сердцем начинай чувствовать. То есть я их как бы вдохновляю на победы, на подвиги, на служение мужчины, на благодарность, на эмоции, на того, чтобы она научилась сама в себе вырабатывать вот эту жизненную энергию. Это определенное количество нейромедиаторов, которые может вырабатывать женщина путем команды мозга. То есть с помощью мозга меняется не только настроение, но и биохимия, тело собственного. И мы это как раз учим. И это хоть обзаписывайся, не сработает, пока реально не получишь навык вот на эту тему уметь. Допустим, когда человек благодарит, у него совершенно другая биохимия. Причем не просто спасибо большое, а вот реально благодарит. То есть реально чувствует. Все равно, что знаете, как актер, да, он вживается в роль. И люди платят огромные деньги за таких актеров, которые сопереживают роль. То есть они входят в это состояние. Вот то же самое, так же женщина, если будет входить в это состояние, она это состояние запомнит. И тогда мужчина уже начинает ей служить. Потому что женщина должна быть в состоянии счастья и любви. Тогда она будет получать счастье и любовь. Если это состояние нет, ничего она не получит. В лучшем случае разведет мужика на бабки, а потом сама будет страдать. Это вот у меня эконом-зона. Там, где ВИП, ну, близко их 100%. Вот реально близко их 100%. Зачем пришла девушка, получит гораздо больше. Потому что даже есть, смотрите, человек уже пришел, он заплатил больше. Плюс некоторые платят последние деньги. Кровать продают, были случаи какие-то. И спят на полу для того, чтобы сходить на тренинг. Ну, мне очень не нравится. Просто крайний пример. Мне хочется, конечно... Цены делают доступны абсолютно. Поэтому очень много обучающих программ бесплатно. Я поэтому там на российское телевидение вышел. И многие техники свои, там, в передаче «Мои прекрасные» выложены в свободном доступе на Ютубе. Пожалуйста, смотрите. Приглашали меня на канал России. Там тоже рубрику ввел «Любовь». Это передача «Женское счастье». Тоже, пожалуйста, смотрите бесплатно. Все эти, как бы, фишечки, технологии, методы, способы. Но некоторым нужно образовать некий навык. А навык очень хорошо образуется именно на тренинге. Что значит навык? Это способность в стрессовой ситуации правильно реагировать. Потому что, когда мы со стороны смотрим, мы вроде понимаем, как нужно себя вести. Когда вроде бы не про нас тоже понятно. Когда создается необычная, нестандартная стрессовая ситуация, человек проявляет свое истинное лицо. Как, допустим, мужчина понравился, женщина увидела, а из-за того, что понравилось, понравился, больше всего накосячила, наошибалась. Именно потому, что нравится. Ну, у мужчин тоже такое бывает. То есть, чем интереснее дело, тем больше оно завораживает. И тем больше они, к сожалению, мужчинам разрешают, позволяют нам. Может быть, иногда это не нужно было делать. То есть, к вам идут девушки, включенные на тренинг, чтобы улучшить отношения с мужским полом. Это у нас основная цель, и это основной результат, который они получают. В основном идут незамужние или замужние тоже? 40% замужем, 35% треть, чуть больше трети. И 2,3% не замужем. Павел, вот у вас лежит диплом. Что это за диплом? Сегодня, не поверите, вот сегодня реально, значит, ну, давайте начнем. Я получил диплом профессора психологии. Вообще, спасибо большое. Вообще, честно говоря, ну, это для меня, ну, то звание, которым я шел достаточно долго. Вот. Понятно, что там огромный опыт и еще чего-то, но не за дипломом мы ходим, как говорится. Но некоторым почему-то нужно, вот, знаете, доказательство того, что, не знаю, там, я самый умный. А я говорю, я не самый умный, я, наверное, один из самых практичных просто людей. Это я признаю. А это просто, ну, международное признание, это международный диплом. Есть еще диплом, это более высокий статус, это уже диплом доктора. Но это немножечко по другой уже профессии, не по психологии, хотя тоже с психологией это связано, может быть, косвенно. Мы его будем открывать. Ну, хорошо. Здорово. Это управление людьми. А как, кстати, вот психология влияет на общение между людьми, на отношение между мужчинами, женщинами и так далее? Вот какие фишки психологии и секреты есть, раз мы рассмотрим на тему? Ну, хорошо. Если сказать в целом так, чтобы было проще и понятнее. Значит, каждый раз, когда мы коммуницируем друг с другом, мы помогаем друг другу становиться разными, иными. То есть, можно, женщина, например, с мужчиной может пообщаться, и она может понизить его уровень тестостерона. А может повысить? А может повысить. Как сделать так? Поэтому мужчине сразу, вот прям сразу, да, вот прям, как, как найти ту, которая будет все время повышать? Мало того, чем больше мужчина будет общаться с женщинами, которые повышают тестостерон, тем дольше он будет жить, раз, тем он моложе будет выглядеть, два, тем больше он будет в тонусе, три, у него не будет лишнего жира, четыре, и так далее, и так далее, и так далее. И главное, что очень важно для мужчин, он будет успешен. Потому что тестостерон – это король гормонов и гормон королей. Это вот в институте геронтологии, ну, общепринятое понятие, да, институт геронтологии, институт продления жизни. То же самое у нас. То же самое. Мы можем повышать уровень женских гормонов и уровень удовольствия, эстрогена, эндорфинов, а можем снижать путем общения. К примеру, если женщина умеет повышать уровень допамина в мужчине, то мужчина начинает больше зарабатывать денег. Он становится как бы достигатором, ему хочется двигаться вперед, и вот он не может лежать на диване. Пять минут общения с этой женщиной, и мир реально, она меняет этого мужчину, а мужчина меняет целый мир уже вокруг себя. Ну, простите, за как бы откровенность актуальную, Путин жену сменил, Крым присоединился. Понимаете? И такое везде, это в истории планеты постоянно, в истории планеты постоянно такое происходит. То есть от женщин очень многое зависит. Они на нас влияют. Мужчины не любят это признавать. Ну, как так, какая-то там женщина, там, два раза легче меня весом, там, я такой крутой, типа, все такое, она на меня влияет. Да влияет. Посмотреть на себя в зеркало, и можешь прям даже сразу понять, какие женщины за тобой стоят. Вот. Некоторые женщины за нас не берутся. Я не к тому, что мы вообще мужчинам ничего сами не можем. Нет, конечно. Я просто говорю сейчас с другой стороны, может быть, больше для девушек, для того, чтобы они понимали свою ответственность. Некоторые женщины не берутся за мужчину, потому что реально понимают, что они его как бы не продвинут. Это на уровне биологическом. Потому что они хотят служить на биологическом уровне интересам мужчине. То есть они хотят вдохновлять охотника, который принесет домой самого огромного мамонта. Если он какой-нибудь там малюсенький такой вот чмошник, простите, неудачник, конченый, то как бы она там на него бы не кричала, он даже копье не удержит. Вот здесь то же самое. Поэтому иногда даже есть такая пословица, мужчина должен быть могуч, волосатый, вонючий. Я говорю грубо, но зато понятно. Может быть, в современном мире действительно мужчина должен быть силен, духовно, физически у него должны быть положительные качества. Это имеется в виду могуч, потому что может от слова, да, это сила мужчины. Ну вот такие вещи. Это основной, это фундамент. А дальше мы начинаем говорить о фишечках. Как ему сказать, как сделать комплимент, когда сделать комплимент, как нивелировать конфликт, как нагнуться, как присесть. Вот некоторые женщины приходят, начинают мне объяснять. Вот он мне сказал это, я ему сказал это. Если их не остановить, три часа будут объяснять, в чем проблема. А я говорю, пройдись, встань прямо сейчас, пройдись. Она говорит, зачем? Пройдись, говорит. Она проходит, я вижу, она идет как мужик. Я говорю, забудь психологию, выкинь эти там, нет, диплом мы выкидывать не будем, оставим для умных. Выкинь, значит, все свои мысли, вот, и начни ходить, как девушка, от носочка. То есть бедра должны шевелиться. Биологически у мужчины заложено в голове, если бедра у женщины шевелится, значит это здоровая самка, готовая к совокуплению. Старушки бедра не шевелят. Сегодня, кстати, пригласили одной женщине, 75 лет. Это выглядит на 40 лет моложе. Светлана Светлична, вот пойду на канал «Россия» экспертом интервьюировать эту очаровательную женщину. То есть есть женщины, с которой можно брать пример. А есть женщины, наоборот, от которых просто воротит нос. И они пытаются найти ответы психологии в мозгу. И от этого еще хуже. Чем больше они ищут ответа в мозге, тем дальше они удаляются от истины. А я им говорю, встань и нагнись. Она говорит, не буду. Я говорю, все, забудь про свою семью несчастье. Если ты не можешь нагнуться степенью, понимаешь? Потому что слишком умная. Она назло мне нагнулась так, что мне хотелось уйти. Понимаешь? Она должна нагнуться так, что мне захотелось отключить камеру и сказать, значит, здравствуйте, девушка. Я не помню, как себя зовут, способен сейчас на все. То есть вот это нужно. Я не говорю, что все завязано на биологии. Нет, конечно. В психологии тоже. И это именно наука вдохновлять мужчину. Это еще одна фишка. Мотивировать. То есть женщина для своего мужчины должна быть, по сути дела, тренером. Искусственным тренером. Не который учит, как, с чего нужно делать. Не лезьте. Мы сами все умеем и знаем. А который мотивирует его духовно. Ты можешь, я верю. Что такое мотивация отличается? Допустим, чем мотивация отличается от комплимента? Комплименты это, когда просто говорят что-то хорошее. А мотивация это иногда морды об стол. Минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс и на плюсе заканчиваем. Но это в качестве фишечек. Павел, а почему вот столько прекрасных девушек, которые проходят год, два, три, а у них нет молодого человека? Они замечательные, умные и так далее. Но у них нет второй половинки, они как бы ищут, но найти не могут. Причин много и первая, основная, наверное, больше, не 50 даже процентов, а, наверное, больше 80 процентов причин, это из-за пассивной жизненной позиции. Меня сами найдут они. То есть сейчас объясню, они ждут. Начитали с детских сказок, стрела прилетит в дом, там, значит, на белом коне прискакивает. Стрела не летит. Стрела не летит, а если летят, то только камни. И то бросали в них, просто так осколки долетели. То есть у меня изменился век. Раньше, там, может быть, два столетия назад люди жили там в деревнях, и даже, может быть, не два столетия назад, большинство, может, сто лет назад. И там, не знаю, на праздник Ивана Купала один раз, по сути дела, в год была дискотека. Ну, так, на нашем языке. Один раз они знакомились, все остальное время они работали. Вот реально вдумайтесь. Им надо было хороводы водить, найти себе по-быстренькому. Почему хороводы? То с одним потанцевал, то с другим, так же, как и на балах, в высшем обществе. Так же и там, в деревне. Они танцевали с большим количеством людей для того, чтобы потом сказать, о, вот это вот, мне нравится девушка. И сейчас, вот, большой город постоянно проходит, проходят, проходят люди, гораздо выбирать легче, мужчина расслабился. Важность того, что вот он сейчас, видите, девушку и целый год он ее ждет, нету. Он же не готов, так сказать, умереть ради нее. Вот, потому что нет, это к следующей, как в анекдоте подпоручика Ржевского. Вот, и женщинам, из-за того, что женщины немножко стали сильнее, они уже умеют многие вещи делать без мужчин, зарабатывают деньги, ухаживают там за семьей там и так далее. Как бы не нужны мужчины. Она сама все умеет. То есть ее активная жизненная позиция перенеслась на мужскую зону ответственности. И она теперь как мужик живет. Я сильная. Ну, типа, да. А вот ей бы наоборот забрать вот эту вот активную жизненную позицию и с точки зрения общения, выбора именно мужчин. То есть, с моей точки зрения, женщина может сама первая познакомиться. Точнее, создать инициативу знакомства. Научить выбирать мужчин в нужных местах. То есть, какого ты мужчину хочешь, то место иди. Какие там мужчины бывают, да. Вот об этом идет речь. То есть, не ждать, когда мужчина сделает красивые предложения, красивые свидания. А самой научиться красиво проводить свидания. Мужчина работает. Он реально заточен под работу. Тем более успешно мужчины. Они пахари хорошие. Целыми днями там только и делают, что добывают, добывают, добывают. И он пришел на свидание. Еще женщину надо веселить. А она там полдня в фитнес-клубе проводила. Это самое маникюр, педикюр делала. Пришла вся такая счастливая, что-то ждет. А он не знает, что ей дать. У него в голове работа еще. Он вроде видит и думает, так, я не знаю, что дать, но еще предложить, мне кажется, я понимаю. И тянет его в постель. А потому что он ничего не умеет больше. Работать умеет. В постели умеет все делать. А больше ничего. А женщина ждет. И когда он тянет в постель, говорит, извините, я так не хочу сразу. Ах, ты не хочешь? Ну да, до свидания. Вот и поругались. Понимаешь? Язык вообще не нашли. А на самом деле надо было устроить такое красивое свидание, такое интересное свидание со стороны женщины, чтобы мужчина сказал, хочу еще. То есть, понимаешь, в идеале надо делать свидания очень интересными. С каждой встречи превращать в праздник. А если будет праздник, будут подарки, еще один бонус. А здесь как идет под женщиной организация? Или она подкидывает идеи? И организация, и подкидывает идеи, и направляет мозг мужчины. Кстати, очень многих богатых мужчин, очень богатых мужчин, в основном именно девушки, жены их занимаются. Да, организации. То есть, он знает, где мы будем отдыхать, где будут отдыхать наши дети, где будешь отдыхать ты, где буду отдыхать я, где там то. Куда сходить, какой галстук даже повязать, в какое место и когда. И может вообще без галстука, и шорт она ему положит. Ну понятно, может быть не она сама собирает, могут собирать прислуга или еще что-то. То есть женщина, в принципе, ответственна за растраты в семье, за расходы, за эффективные расходы, за пассивы для того, чтобы покупать те пассивы, я имею в виду материальные ценности, которые вдохновляют нас. А мужчина ответственен за доход и за активы, для того, чтобы эти деньги приумножались. И вот они в одной команде, девочки, сделайте так красиво, чтобы мужчину погрузить в сказку, как говорится, чтобы он захотел инвестировать в семью, отдавать эти деньги. А то он принес, и деньги лежат, и у него больше в голову не приходит никакой идеи, как вдохновиться. Ведь мы же ищем вдохновение в процессе жизни, как заново инвестировать деньги. Потому что она может их просто спустить в гудок или, так сказать, потратить в никуда. А надо тратить так, чтобы мужчина мог отдохнуть, в том числе от работы. И у него появится еще одна грань жизни. Потому что женщина может научить мужчину жить настоящим, чувствовать. И тогда он будет переходить в семью. Когда общались с людьми, с нашими зрителями и так далее, и спрашивали, друзья, что же вам нужно? И на первое место более 90% всех людей ставили деньги. То есть у людей нет здоровья, у людей нет отношений, они больные, не умеющие общаться, им нужны деньги. Как так происходит? Спрашиваю вас как у финансово успешного человека. Почему вы не здоровья, не отношения, не дружбу ставят на первое место, а именно деньги? Ну, потому что у нас реклама такая. В Советском Союзе, допустим, не хвастались, что мы крутые, зарабатываем много. Вообще посадить могли за это. Это могли быть проблемы с законом. Сейчас, наоборот, хвастаются. Сейчас много американских вот этих наукотренеров всяких различных, которые успех, успех, успех. И подразумевается успех у многих финансовый. Куча соблазнительных предложений, красивый магазин. Да мы с вами тоже посмотрите. Пришли вот здесь, Красная площадь, в 25 метрах. Понимаете? Почему мы с вами не в подвале тренажерном снимаем этот сюжет? Понимаете? Где обычный простой парень может накачать себе мышцы или еще что-то. Ну, потому что мы хотим говорить на вашем языке. Потому что если успех, значит, мне надо было одеть какой-то костюм, нацепить дорогие часы золотые, что-то еще сделать, диплом показать, еще что-то. Люди на этой падке. И я не думаю, что в этом есть что-то страшное. Не надо себя за это корить. Как только вы, может быть, это получите, вы начнете задуматься о других вещах. А вот если человек начинает задуматься о духовном с голой попой, он совершает ошибку. Потому что такое ощущение, что я весь такой духовный, но типа сам ничего не могу. Я добрый, но добра не сделал никому. Павел, еще вот вопрос по поводу клиентов, тренингов и читателей. Только ли женщины читают ваши книги и ходят на ваши тренинги? Может ли парень прийти? И что может там делать? Ну, возможно, у меня самые масштабные мужские тренинги тоже в России. На прошлом мужском тренинге, Армагеддон называется, было 850 мужчин. Это мужской тренинг, соревнования. Такое мероприятие проходит всего один раз в год. Как последующий? В октябре, по-моему. Ближайший в октябре. Да, в Москве. Соревнования, это очень... Там о женщинах мы практически не говорим. Я даю мужчинам фишечки, как побеждать друг друга, психологически. Причем, как бы побеждать, знаете, как без боя. Потому что не тот великий воин, который победил. Физически. Да, физически. Завтра может быть следующая война, понимаешь? А тот, кто без войны договорился. Вот я как раз об этом. И у мужчин это получается. В связи с этим почему-то многие начинают по-другому относиться к женщине. Ко мне там приходят многие пикаперы и уходят из этого бизнеса. Просто потому что реально понимают, что они уродуют не только женщину, а саму собственную психику, себя. Но самоутвердиться за счет женщин. Это большая проблема. Мужчин начинает больше дарить женщинам подарки. Вообще, чем больше мужчин инвестирует в женщину, тем больше он получает. Что посеешь, что пожнешь. Получает энергию, вот этот допамин, тестостерон получает. Если так коротко говорить. А больше с половиной женщины, чем больше? Естественно. Чем больше женщина инвестирует в мужчину, тем больше она получает. Только одной инвестиции мало. Как говорят, добро должно быть с кулаками. Это очень важно. Как правая левая нога. Дал, взял. Дал, взял. Надо фиксировать прибыль. Любой предприниматель знает, фиксировать нужны прибыли. Иначе можешь заработать миллиард на бирже. Бах, акции упали, ну туда и все. И опять все заново. А то есть минусы. Вот. Фиксировать прибыль. Фиксировать прибыль. Если что-то дала мужчине, то надо, что потом сделать, зафиксировать прибыль. Я не имею в виду только деньги. Понятно. Прибыль же можно фиксировать духовно, еще что-то. То есть отстаивать свои позиции. Вот чему я в том числе учу. Но сначала надо дать. Я вообще отследил такую цепочку. Женщина начинает, к примеру, или мужчина развивать, так скажем, повышать свой уровень общения, отношений, вообще обучаться этому. Потом как-то друг друга они начинают влиять, становиться более успешно. Здоровье улучшается, финансовая сторона улучшается. В пользу говорили о деньгах, еще хотел бы спросить неких пару секретов от Павла Ракова, именно по финансовой части. Раз люди спрашивают, что деньги интересны, какие есть секреты у вас? Ну, я думаю, для меня две вещи очень важные. Смотрите, кому-то, может быть, важно развиваться в одной области, и какая-то одна вещь, а кому-то другая. Я говорю то, что мне было важно. Хорошо? Допустим, как, знаете, как вот в одной интересной книжке, все сейчас поймут, о какой я, написано, не убей принцип такой. Но это не мой принцип. Все статусы говорят, раз, как не убей, не твой принцип. А я не хочу никого убивать, зачем мне этот принцип нужен, зачем мне в голову вдавливать. Не делаю, не делаю, а то вдруг еще сделать захочется. Вот. Также и просто как пример здесь. У меня вот есть две такие фишечки. Во-первых, я хочу заниматься только любимым делом. Это правило номер один. Да, это правило номер один. Что значит любимым делом? Которое одинаково полезно для моего тела, души и разума. Рациональная часть мозга и эмоциональная часть мозга есть у каждого человека. То есть одновременно возбуждаться с точки зрения эмоций и одновременно понимать, что ты делаешь хорошую вещь для себя. То есть, грубо говоря, работать, но не вредит здоровью. Потому что если работать и вредит здоровью, потом все эти деньги будешь тратить. Ну, это все понимают. Ну, мало кто этого делает. Но это реально, я говорю, работает. Потому что тогда организму даются такие огромные ресурсы. Вот я, допустим, на своих тренингах не устаю. Удивительно. Ну, бывает такое, что и пятидневный тренинг провожу, ну, начало в 7 утра, заканчивается в 12 ночи. А сколько перелетов, которые нужно? Плюс перелет и так далее. И пять дней. Так, с 7 утра до 12 ночи. И надо сказать, что это очень эмоциональные тренинги. Как говорят, некоторых они выжигают. А такое у меня происходит уже много лет. Вот. Но если в эти тренинги добавлять физкультурно-оздоровительные практики, я вам по секрету могу сказать, можно тренинг вести 365 дней в году. Понимаете? Потому что кайф большой. Вот. Любимым делом заниматься. Если не нравится где-то, я чувствую, что начались козни какие-то. Там, не знаю, люди стали там ради денег что-то делать. Повольнял их этих людей моментом там. Или сам ушел от этих людей. И сразу бизнес опять начинает идти на волну. А те, кто в угловой угла ставит деньги, знаете, сколько я различных компаний знаю? Мне 45 лет на днях исполняется. Сколько было людей, которые вот деньги, деньги. Где эти компании? Где они? Где все эти успешные люди? Потому что в угловой угла деньги. Они скрывают, что у них деньги в начале стоят. Мало того, по их телу видно, о чем они думают. То есть тело начинает мучить его, начинает ему подсказывать, заплывать по меру жиром. Или появляются какие-то болезни у этого тела, потому что человек свернул в другую сторону. И не соврешь самому себе, не соврешь в своей природе. В зеркало обратись и посмотри в себя. Ну вот вы, так сказать, молодой, накачанный, крепкий, высокий, стройный мужчина. Поэтому вам это можно говорить. Иногда, когда ко мне приходят брать интервью, запущенные люди, я начинаю им это говорить. Смотри, у них лицо меняется, злятся такие. Все, типа. Значит, это самое. Я, допустим, вот, посмотрите. Вот свои книжки, я вам серьезно говорю. Вот у меня, посмотри, что творится. Посмотри, фигурки женщин. И вот так вот, по всей книге, ну, это я, надо сказать, готовлю переиздание, поэтому у меня здесь мои, значит, записи. Вот смотрите, что творится. Зачем эти фигурки? И некоторых женщин раздражает. Знаете кого? Толстых. Конечно. Вот реально толстых. Они пишут, зачем? Вы пишете, значит, такие картинки. А я попросил с датчиком нарисовать эти картинки. Реально. Да, и побольше. Вот кругом посмотрите. А это же программирование. Когда ты в мире этих картинок живешь, тело твое таким же и становится. Представляешь? А они говорят, нет, нам это не нравится, уберите их. Ну, давайте я толстых нарисую. Если я нарисую толстых, они такими будут, но им будет хорошо. То есть, им будет хорошо от того, что они толстые. То есть, им будет хорошо от того, что они плохие. Нет. Нет, друзья мои, давайте бросать себе вызов. Говорить, что так мало так. На самом деле. Я, к примеру, взял жир. Это может быть любая болезнь. Просто жир, оно как бы сразу видно на лице. Павел, спасибо за нашу беседу. Я считаю, что многим нашим зрителям она будет очень ценной. Они начнут предпринимать и будут улучшать все сферы своей жизни, начиная с отношений, с общения, здоровья, деньги и так далее. Поэтому спасибо большое. Благодарю. Удачи вам всем. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!